Приветствую всех! Вы смотрите канал Апрель. Цифры по коронавирусу растут. 4 погибших и 69 новых случаев заражения. В Караколе изолировали целый дом. В Бишкеке перевернулась машина скорой помощи. Об этих и других новостях более подробно смотрите далее. Итак, за минувшие сутки от коронавируса в Ольской области умерли 2 человека. Таким образом, в Карагастане зафиксировано 4 смерти от COVID-19. И на сегодня в Карагастане выявлено 69 новых случаев заражения. Все у тех, кто находился в обсервации, то есть из числа контактировавших с зараженными ранее. Из новых случаев 47 человек в Ольской области, 13 в Джалабадской, 5 в Бишкеке и по одному человеку в Чуйско-Нарынской, Иссыкульской и Баткенской областях. Таким образом, в Карагастане уже 216 подтвержденных случаев заражения новой инфекцией. Из них в Ольской области 94 случаев, в Джалабадской – 80, в Бишкеке – 25, в Чуйско-Нарынской областях – по 5, в Баткенской – 4 и в Иссыкульской области – 3. И, как сообщает Минздрав, число тех, кто выздоровел, достигло 10 человек. Но и сегодня на брифинге глава Минздрава снова попросил опираться только на подтвержденную информацию. Вчера в Панарынской области один наш пациент обращение делает через средства массовой информации. Он все, его доводы неправильны и просто недостоверны, что он не пьет, его не смотрят. Нам какой интерес его держать, если не было бы положительных результатов. Его семья тоже находится в контакте, они были у них тоже положительные результаты. Он освещает, распространяет ложную информацию. А проверку на разговор о том, что вся верхушка власти прошла тестирование на коронавирус, заявил, что экспресс-тесты проводят только тем, кто возвращается из зоны риска или командировок, пересекает границы. Когда экспресс-тест положительный, только тогда проводим, подтверждаем тесты ПЦР в лабораторных условиях. В сегодняшний экспресс-тест 76 тысяч доз имеется, из них около 30 тысяч использовано. И будет использоваться в обсерваториях, в контактной второй категории. Но вот вчера, например, пресс-служба правительства поведала о том, что премьер-министр Мухаммед Калыя Балгази вернулся из командировки на юг. И у него и 12 членов его делегации взяли тест на коронавирус. Он оказался отрицательным. Для тех же, кто желает получить оперативную медицинскую консультацию, действует горячая линия Минздрава 118. Сообщается, что медики будут собирать эпидемиологические анамнез прямо по телефону, узнавать детали вашего самочувствия и заполнять все это в специальную анкету. И если все будет оказывать на то, что у вас та самая инфекция, то мобильная бригада приедет на дом и проведет экспресс-тестирование. Ночью в мессенджерах стала появляться информация о том, что в Караколе в одной из многоэтажек заварили все подъезды. Но потому что у одного из жильцов этого дома подтвердился коронавирус. И вот, казалось бы, не может же быть такого, чтобы из-за одного человека заварили, закрыли весь дом. Но ведь дико же какая-то, да, заваривать всех жильцов, обрекать их тем самым на голодную смерть еще и в окружении накопившегося мусора. Мы попытались разобраться в ситуации. На этих кадрах видно, как несколько человек заваривают двери подъездов дома. И сообщается, что это город Каракол, район кирпичного завода. Номер дома 55. Рыбка, вот этот ваш подъезд уже тоже заваривают. Так что вы хрен сюда приедете. И сегодня утром активистка, жительница Каракола Алена Хоменко выложила на своей страничке в Фейсбуке эти фотографии. На них видно, что двери заблокированы. В соцсетях начался шквал возмущений в адрес городской власти. Утром я сюда приехала. Это было где-то 7.30 утра. И действительно, двери были закрыты. На первом подъезде была решетка заварена. Остальные три подъезда просто наварили цепи и повешали замки. Это действительно было так. Почему это сделали? Потому что в первом подъезде проживал мужчина, который ездил якобы на Дават. И он приехал. И 31 числа его и его семью уже сразу положили в больницу с подозрением на коронавирус. Сегодня его анализы подтвердились. Там анализы его семьи пока еще неизвестны. Потом, когда я сделала публикацию в Фейсбуке, там уже начали возмущения подниматься. И приехала, видимо, мэрия. Меня здесь пока не было в тот момент. Но мэрия сняла все замки, открыли дверь, сделали фото, что якобы мэрия не заваривала никакие двери, что якобы доступ к дому свободный и так далее. Позже республиканский штаб по ситуации в Караколе сделал свое заявление. Информация о том, что дверь подъезда одного из жилых многоквартирных домов в городе Каракол заварили сваркой, не соответствует действительности. 5 апреля в целях обеспечения безопасности горожан городским штабом было принято решение об оцеплении дома номер 55 в районе кирпичного завода, так как у одного из жильцов этого дома были обнаружены симптомы COVID-19. С 30 марта он с семьей из пяти человек находится в обсервации областной объединенной больницы. В связи с тем, что гражданин, у которого обнаружены симптомы COVID-19, не пожелал дать информацию медикам о лицах, с которыми он имел контакт, было принято решение придать дому особый карантинный статус. В ходе мероприятий по дезинфекции указанного дома проведен ремонт парадных дверей с применением сварочного аппарата. Отметим, что муниципалитет не намерен вводить абсолютные ограничения на передвижение граждан. В этом доме сегодня и активисты успели побывать. К тому времени там все двери были уже открыты. Жители беспрепятственно выходят на улицу. У вас вчера заваривали, да? Всем видео видно было же, согласитесь? И? А почему тогда отрицать, что не заваривали? В это время к дому под номером 55 приехали представители санэпидемстанции. Здравствуйте. Вы дезинфекцию будете делать? А вы с какой организацией? Санэпидемстанция. Достая квартира, да? Первый подъезд. По всему происходящему и по зараженному человеку жители дома отказались давать какие-то комментарии. Впрочем, журналисты известного новостного портала «Фактчек Кейджи» сегодня провели проверку и исследование всех обстоятельств этой истории и пришли к однозначному выводу. Все это чистая правда. Мэрия Каракола действительно на ночь заварила сваркой жителей многоквартирного дома. Факт есть факт. В Бишкеке на пересечении улиц Ахумбаева и Теналиева перевернулась машина скорой помощи. Бригаду госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Через несколько дней в Кыргызстане не останется противовирусных препаратов. Средства на их закупку так и не выделили, сообщает глава ассоциации «Партнерская сеть» Эйбара Салтангазиев. По его словам, требуется около 30 миллионов сомов. По временным национальным клиническим рекомендациям применяются два ключевых противовирусных препарата. Это лапиновир и ретонавир. Вообще это препарат, который применяется при лечении ВИЧ-инфекции. И второй препарат, это к классу хлорохинов. Относятся противомалярийные препараты. По сути, отдельных закупок на данные препараты еще не было. Некоторые 120 банок Министерства здравоохранения лапиновир и ретонавира взяло в центре СПИДа и распределило на медицинские учреждения. Но этот объем, этот запас, его хватит там на 300, может быть, 350 человек. Если экономно выдавать, там по курсу нужно 28 таблеток за 14 дней, то есть по 2 таблетки в день. Хлорохина в стране вообще нету. Малярии у нас давно нету. И, соответственно, эти препараты не закупались. Денег на закупку этих препаратов нету. Хотя сейчас Министерство финансов дает информацию, что сколько-то денег дали Министерству здравоохранения, сколько-то денег дали ФОМСу. На самом деле это дали текущие деньги на текущие расходы. Это те расходы, которые были раньше запланированы. Фонд обязательного медицинского страхования, в свою очередь, сообщил, что во всех медицинских учреждениях, где находятся инфицированные противовирусные препараты, есть в необходимом количестве. И сообщил, что ведется работа с фармкомпаниями по доставке препаратов в другие медучреждения. А вице-премьер-министр Кубатбек Баронов нашел крайних заражений девяти медиков. Сами медики. Он поручил провести служебное расследование в отношении главного врача Алабукинского района больницы. Большая часть заражений – семь именно там. Нельзя допустить инфицирования медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов, работающих на местах. Должны быть созданы все соответствующие условия для защиты работающих в зоне риска медицинских работников и милиционеров, а также представителей других привлеченных служб. И это на фоне того, что сами медики неоднократно жаловались на то, что им не хватает средств спецзащиты, а выданные костюмы нередко рвутся. И медикам приходится обращаться за помощью к неравнодушным людям, чтобы те помогли в приобретении нужных костюмов. И вот сейчас, простите, пожалуйста, мне мой сарказм, ну что, Кубатбек Баронов, как и президент, тоже только телевизор смотрит? Комендант Бишкека сегодня к брифингу подготовился, прям основательно целую речь зачитал. Напомил про опасность новой инфекции и важность соблюдения режима самоизоляции. День, я читаю местные и мировые новости. Просыпаюсь утром, вижу в новостях высокое количество жертв в других странах мира от страшной болезни, душераздирающие моменты медиков, несение круглосуточной службы в тяжелый период сотрудников правоохранительных органов и социальных работников. Также комендант ответил на некоторые вопросы. В том числе прокомментировал информацию о том, что милиционеров возят в переполненных автобусах. Выглядело это вот так. Ясное дело, что ни о каком соблюдении дистанции речи не идет. И вот комендант объяснил, как так получилось. Ну, как объяснил. В городу Бишкек, Кошеской и Джалабадской областях в Крымской республике действует приказ Министерства внутренних дел, номер 264, согласно которому обеспечивается перевозка сотрудников Министерства внутренних дел Крымской республики из мест проживания на рабочие места и обратно по местам проживания к началу комендантского часа. Этот приказ действует на всех сотрудников. Мы обязаны его исполнять. Горожане обращались в холл-центр по вопросу передвижения для обеспечения родителей преклонного возраста по уходу за ними, как они живут за пределами города. Так как живут за пределами города и радиус полтора километра не соблюдается, к кому обратиться. Сейчас приближается окончание инкубационного периода, я как ранее говорил, в связи с тем советуем не оставлять пожилых родителей, ограничить поездки, либо вам надо их обеспечивать, при этом находясь с ними рядом. Очень часто поступает вопрос, как получить пенсию за пределами Бишкека, если в нашей местности нет банкомата. Как я уже ранее говорил, на территории Чуйской области в пригородных селах имеется около 20 банкоматов, 47 филиалов банков. Вот от жительницы Молдавановки, села Молдавановки, Андрианова Елены Валерьевны, поступил вопрос, как получить пенсию и зарплату, если самый ближайший банк находится на Алламлинском рынке, а нас не пускает на блокпосту по Алматинской, говорит. По вашему запросу, уважаемая Елена Валерьевна, поблизости с селом Молдавановка имеется сберкасса Бакайбанка, в селе Ленинском, которая будет выдавать пенсию в ближайшие дни. Это 9, 10 и 13 апреля. А теперь про продукты и гуманитарную помощь. На экране вы видите номер горячей линии, по которой можно оставить заявку на получение гуманитарной помощи. Республиканский штаб тем временем сообщает, что из Госмодрезерва в ВОЖ поступило 130 тонн муки. Это 2600 мешков. Распределяет муку специально созданная при мэрии Народная комиссия. И накануне уже тысяча семей получила 50 тонн муки. Это на всех. Сообщается, что оставшиеся 80 тонн муки будут также распределены среди нуждающих семей в городе. Но теперь пройдемся по комментам. Сначала расскажу про глаза, раз уж большая часть комментов была посвящена им. Мой оператор пошутил, что это я в зомби превращаюсь, потому что красные глаза это первый признак. Но вроде пока на чужие мозги не тянет, пока держусь. Это сейчас шутка была, вы же понимаете, да? Подозреваю, что я просто простыла, и на этом фоне у меня воспалились глаза. Я сейчас капаю капли, мажу этот рециклином, так что надеюсь, что скоро все будет нормально. Идем далее. Нередко вы просите осветить ту или иную проблему, но нам сейчас без вас никак не обойтись, потому что мы не можем выезжать на съемки. А вы можете снимать эти ситуации, снимать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, снимать свои рассказы об этом и присылать нам на наш WhatsApp номер. Ну а мы, в свою очередь, постараемся это все показать и рассказать. Ну и сегодня в подборке видео от наших подписчиков, пришедших на наш WhatsApp номер с пометкой «Карантин» будет, в числе прочего, экранизация знаменитой песни «Антошка». Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие новости и еще больше новостей на нашем официальном сайте april.kg и на нашей страничке в социальных сетях. И если у вас есть возможность, мы были бы вам очень признательны, если бы вы смогли нас поддержать финансово. Номер нашего Эли Сома внизу экрана. Спасибо огромное за поддержку. Берегите себя, не болейте. Всем добра, пока. Субтитры сделал DimaTorzok